И снова всем привет из Крыма! Сегодня мы взяли экскурсию на самую высокую гору в Крыму. Гора называется Айпетри. Ее высота 1700 с чем-то метров. Даже не буду вас обманывать сколько, но гора безумно высокая. И есть еще самая высокая точка. Между двумя пиками гор расположен такой мостик, который шатается. И на нем можно пройти для экстремалов, которым не хватает, не знают куда деть адреналин. Дорога, конечно, была, ну не скажу, такой прям легкой в горы. Очень долго ехали по серпантину. Но был лес, был свежий воздух, вот эта вот энергия деревьев. Прям вот, знаете, едешь и питаешься, питаешься, питаешься. И о чем я подумала? Я подумала о том, что находясь у подножья горы, людям очень комфортно. Все изведано, все проведано. Очень много людей, да, которые путешествуют внизу. Но чем выше мы поднимаемся, тем больше человек ощущает дискомфорт. Вот, например, меня очень сильно тошнило. Но я не жалею о том, что я забралась до самой вершины. Также и многих людей что-то останавливает. А вдруг, а что? А что-то неизведанное? И это напомнило мне наши возражения, наши страхи в нашем с вами бизнесе. Так вот, те, кто поднимается на вершину горы, начинается все самое интересное, все самое комфортное. Вы просто не представляете, как здесь здорово. Вот эти виды безграничные. Вот чувствуешь себя свободным. Вот я думаю, когда человек поднимается с низшего статуса до статуса самого высокого, он испытывает те же самые ощущения, чувства, эмоции. А выбор всегда остается за нами. Идти или не идти, делать или не делать, учиться или не учиться. И вот здесь я обратила внимание, что уже не так много людей, как, допустим, было внизу на пляже, да, тьма тьмущая. Но здесь все самое интересное. Поэтому я предлагаю вам задуматься о том, что на вершине всегда одиноко, но всегда более интересно, комфортно. Для тех, кто хочет что-то менять в жизни, нужно не бояться преград, не бояться трудностей. Идти вперед и наслаждаться уже всем тем, что может быть на вершине. Всем пока-пока. До встречи.